Египетская армия придумала, как справиться с массовыми протестами, приостановить действия Конституции и распустить парламент. Например, вчера генерал объявили президенту Египта Мухаммеду Мурсию ультиматум на 48 часов. Либо он как-то успокаивает оппозицию, либо они берут власть в свои руки. Еще один ультиматум, который объявила Мурсия оппозиция, истек два часа назад. Но президент, несмотря на требования недовольных, не ушел в отставку. А лидеры партии и братья-мусульмане призвали своих сторонников быть готовыми пожертвовать жизнями, чтобы остановить государственный переворот и принять мученическую смерть. Столкновения между сторонниками и противниками Мурса начались в минувшее воскресенье. В годовщину его избрания уже унесли жизни 20 человек. Около тысячи пострадали. То ли новую, то ли продолжение старой революции в Египте обсудим с гостем в студии. С нами Георгий Мирский, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Здравствуйте, Георгий Ильич. Добрый вечер. Георгий Ильич, есть ли сейчас в Египте, как вы считаете, человек, который действительно мог бы сменить власти Мухаммеда Мурса? Или опять эта волна вынесет какого-нибудь случайного человека на поверхность? Как вы считаете, дальше будут развиваться? Какой-нибудь человек появится, но я не вижу какого-то такого великого, харизматичного лидера, вроде Насара, который бы взял все в свои руки. Нет, этого нет. Все будет значим. Тут надо понять, почему вообще народ-то взбунтовался. Вот, это тоже любопытно. Вы знаете, когда была арабская весна, мне всегда, когда спрашивали, вот как бы я нашел такие ключевые слова, чтобы характеризовать настроение людей, которые вышли на улицу, я всегда говорил, надоело? Мы не верим, не боимся. Вот. Но нельзя сказать, что Мурс и так уж надоел, год всего прошел. Так что это не в этом дело. Вообще он не диктатор ведь. Знаете, это тогда, когда Мобарака сбрасывает, говорит, сбросим деспота, сразу будет свобода и счастье. Люди ведь историю не знают. Вообще люди не знают историю. А если знают, то что они, руки какие-то извлекают из этого. Никто не мог понять, а если бы поняли, все равно ничего не было, что революция только ухудшает всегда положение, что после революции следует политическая дестабилизация и экономическая дезорганизация. Люди надеялись, и говорили, свобода и счастье. Свобода есть. Вот это и есть свобода сейчас. Одного свалили, так можно и другого свалить. Эти люди уже разошлись, разгулялись, распаяслились. Они чувствуют свою силу. Вот в чем дело. Казалось-то, что будет действительно что-то такое. А обстановка-то все хуже и хуже. Безработица, как была, так и есть, если не хуже. Инфляция. Бензиновый кризис. Бензин, там электричество, то другое, туризм падает вообще. Все хуже и хуже, все хуже и хуже. И люди, естественно, говорят, для чего же революцию-то устраивали? Глупый вопрос. Кто их просил устраивать революцию? Вот так получилось. И вот сейчас. Я говорю, Мурсия это не какой-то деспот или диктатор. Да ему барок-то не было, по сути дела. И даже Башарас, это его нельзя называть таким, знаете, кровавым фашистским диктатором. Вот Саддам Хусейн, он был такой, да. Сталин и Гитлер вместе взятые в миниатюре. Саддам. А эти совсем не те люди, не в этом дело, не в нем. И он же вообще не лидер братьев-мусульман. Он человек довольно заурядный, без всякой харизмы. И не он первоначально это должен был пойти в президента, другой человек. Но не важно. Все это прошло. Важно то, что не столько его, как личность, хотят свергнуть. Хотя сошлось все именно на этом. Понимаете, от таких странных вот личность. Независимо от того, это действительно деспот, тиран, диктатор. Или просто первый среди равных. То есть, либо Сталин, либо Брежнев. Не важно кто. Вот все сошлось на человеке. Долой Башараса, долой, понимаете, Каддафи тогда и Мубарака. Сейчас его, на самом-то деле, долой братьев-мусульман. Вот в чем дело-то, понимаете. Вот тут мы видим, не знаю, конец лета, но во всяком случае, кризис того исторического эксперимента, которому эти люди готовились в подполье 90 лет. Братья-мусульмане выявили. Братья-мусульмане, да. Вот в чем дело. Они действительно с их девизом. Какой их девиз? Ислам, вот решение. Причем, а это ведь умеренные люди. Понимаете, братья-мусульмане, на фоне таких душегубов, мракобесов, как Талибы, например, или Аль-Каида. Это вполне умеренные люди. Недаром, когда произошла арабская весна, то после перемены власти в Египте и в Тунисе, люди стали обращать внимание на кого? На Турцию. Думаю, о, турецкая модель здесь будет. Умеренные исламисты. Ну что, исламисты – это естественно. 90% населения – это мусульмане. Исламизм должен быть. Понятно. Умеренные люди, вполне цивилизованные. И тогда особенную остроту приобрел давний спор. Совместим ли ислам с демократией? Не получится ли так, что исламисты придут к власти нормальным путем, их выберут, законно победят. И на этом все. Как там говорят, один человек, один голос, один раз. Все, забудьте про выбор. Вот как говорили. Сейчас неизвестно, насколько верны были вот такие предположения. Потому что вряд ли, я думаю, что они досидят свой срок. И вряд ли Мурси досидит свой срок. То есть, мы не знаем, конечно, что будет там. Но какие могут быть варианты. Смотрите, кто выступил сейчас? Люди, вот по-самому, говорили. Экономически они урядятся, прежде всего. Все хуже и хуже. Зачем делали революцию? Уж лучше военные. И так далее. Вышли. Так же, как тогда. В январе 2011 года. Миллион человек на площади так рыли. Что делать-то с ними? Расстреливать их сверху из вертолетов? Давить танками? Как в Китае на площади Тянь-Ян-Ви. И солдаты не будут этого делать, и генералы не пойдут на это. Вот тогда они пришли к Мубараку. Тогда. И сказали, все, надо уходить, страна погибает. Сейчас. Может ли так же произойти? Не совсем. Дважды ничего не бывает. Тогда ведь действительно народ собрался, сплотился. И не было никого, кроме аппаратчиков и предпринимателей, вот так называемых жирных котов. В Египте есть такое выражение. Так как есть другое выражение, глубокое государство. Знаешь, такое глубокое? Нет. Это вот этот аппарат, коррумпированный, который слился с предпринимателями. Понимаете, вот это то, что называют олигархи. Олигархи, вот эти вот богачи, и крупные чиновники, и генералы, которые нахапали себе, настроили себе дач, вилл, катаются в расхоженных автомобилях, в том числе и военные. Вот это называется глубокое государство, настоящее. Остальное видимость. Остальное видимость. Так вот, когда народ тогда вышел, было понятно. Сейчас что? Сейчас? Знаете, что меня удивляет, единственное, пожалуй, что оппозиция сумела за эти несколько месяцев собраться с силами и организовать действительно настоящую компанию, мобилизовать людей, 20 с лишним миллионов подписей за ставку Мурси. Вот этого я от них не ожидал. Но это разношерстная компания, конечно. Тут ведь кто сюда входит? Те же, во-первых, кто начал революцию тогда вот. На так первой. То есть это молодежь. Интеллигентная, образованная, демократически настроенная. Городская молодежь. Вот это первое. Второе, к ним потом присоединились уже средние слои. Часть бедноты тоже присоединилась. Особенно, когда братья-мусульмане подошли уже тогда. Они сообразили, что надо быстрее вскочить в поезд, пока он не ушел. Это было тогда. Сейчас это люди, которые помимо того, что им не нравится ухудшение экономического положения, то первая причина. Вторая, многие боятся, что эти исламисты, пусть они умеренные, цивилизованные, ближе к турецким там, чем к афганским этим людоедам. Да. Но все-таки рано или поздно, поскольку многие считают, что такой персонаж, как умеренный исламист, не существует на самом деле. Это до поры до времени. Понимаете? Вот. Так рано или поздно будет создано теократическое государство. Что-то близкое даже если не к Талибану, то может быть к Ирану. Понимаете? Вот тоже. А ведь Египет, он проделал большой путь. Это не дикая какая-то отсталая страна. Это страна очень развитая. Это страна образованных людей. Раньше как считалось? Что такое египтянин? Филлах! Крестьянин, мужик, вот и все. А сейчас выросла городская прослойка, очень многочисленная, сильная. Я уж не говорю, там интернет, там твиттер, фейсбук, как и в Тунисе, когда начало вспомнить. Все это все пошло. Так вот, уже сейчас не те времена, когда можно было бы думать, что действительно под этим лозунгом «Ислам, вот решение», будут установлены жесткие законы. Шариат. Люди не понимают у нас, что такое шариат. Думают, что это вот действительно жестокое, жуткое законодательство. Шариат – это не законодательство. Законодательство исламское на основе шариата. А шариат – это прямой путь, это сумма правил, предписания, норм, которые определяют всю вашу жизнь от колыбели до могилы. Понимаете? Вот что такое шариат. Поэтому сам по себе шариат – это не страшно, важно, как его применять. В исламе, например, не сказано, что за прелюбодеяние нужно убивать мужчину и женщину. Нет. 40 ударов кнут, а иди. 40 ударов, а уже потом придумали. Георгий, совестно вас прерывать, но придется это сделать, потому что это выпуск новостей. У нас много тем. Если коротко, вот резюмируя именно сегодняшнюю ситуацию, как вы считаете, у Мурсии сдадут нервы, и он в ближайшие, может быть, даже часы уйдет, и наступит некий период еще большей дестабилизации? Или как, вот если говорить о ближайших прогнозах? Вот это как раз вопрос, над которым сейчас ломают себе голову все. И там, в Каире, и в Вашингтоне, и вообще везде. Потому что смотрите, что получается. Просто так уходить, если бы дело было так, что он уходит, вот когда генералы пришли к Мубараку и сказали, уходи, страна погибает. Если бы можно было сейчас. Руководители братьев-мусульман приходят к нему, к Мурсии, говорят, все, не получилось, уходи, чтобы сохранить власть, чтобы сохранить систему, при которой они первую скрипку играют. Если бы они были в этом уверены, да они бы погнали моментально. Беда-то в том, что это может быть только начало, и им придет конец власти. Они-то десятки лет ждали, а их сметутся, и куда потом, что, чего, через сто лет опять. Вот почему они боятся. Потому что дело не в том, чтобы у Мурсии сдали нервы. Не он сейчас решает, а руководство братьев-мусульман. И вот они мучительно думают, как быть. От него избавиться проблемы нет. И может быть, как раз в том, что народ настроен против него, долой Мурсии гнать поганой метлой. В этом для них, для братьев-мусульман, есть положительный момент. Пожертвовать им. Но получится это или нет, неизвестно. Армия вышла на сцену. Армия, ведь в прошлом году он ее фактически-то обезглавил. Он этих обыграл, как мальчишек. Он вызвал к тебе ведущих генералов и уволил их прямо вот только они рот раздинули, а уже поздно. Все. И тогда казалось, что все, армия, это бумажный тигр. Ничего не вышло. Нет. Следующее поколение появилось. Они ждали. Они затаили, как говорится, некоторые хамства после этого. И вот сейчас эти генералы, которые моложе возрастом и ниже рангом, тех, которых он погнал, вот сейчас они говорят свое слово. Значит ли это, что они установят военный режим? Я в это не верю. Во-первых, они точно так же, как братья-мусульмане, не имеют представления о том, как управлять современным государством. Нужны другие люди. А еще может быть важнее то, что Америка этого не потерпит. Американцы уже дали им понять, что если они создадут военный режим, они не будут получать американскую помощь. А ведь армия, ты знаешь, во-первых, все генералы кончили американские военные академии. Все. Во-вторых, огромная часть той большой суммы, которую каждый год получает Египет, идет именно на нужды армии. Вот в чем дело. Они этого боятся. Американцы могут этого не потерпеть, потому что, ну, дух времени, понимаете, такой. Не время сейчас военных диктатур. Ну, не время. Георгий Ильич. В каких-то мелких странах, там, к югу от Сахарии, это может быть, но не... Все, в общем, только начинается. Мы будем следить, как развиваются события. Только начинается. Спасибо, что пришли к нам. С нами в студии был Георгий Мирский, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Спасибо.